Это очень важно. Так, так, я... Следующее, во-первых, сегодня власть переступила все рамки, потому что я об этом несколько дней тому, наверное, предупреждал. Я сказал, что они будут фейковые обвинения делать, абсолютно лживые, просто лживые, фейковые, отвратительные, для того, чтобы избавиться от меня, похитить меня, передать грузинскому олигарху крупнейшим частным акционерам Газпрома избавиться от меня в Украине, избавиться от поселения громкого голоса, который им угрожает, который угрожает власти барыг, который угрожает власти коррупционеров, который угрожает организованной преступной группировке ОПГ, которая захватила власть Украины. И сегодня они с 7 утра вломились, я выиграл время, потому что пока они там... Я вышел специально на крышу, чтобы выиграть время, пока люди соберутся. А потом люди собрались, тысячи и тысячи людей, и просто отбили меня у этих... у исполнителей этого преступного приказа. Я... Тут вопрос очень конкретный. Мы сегодня вечером, я призываю к евлянам прийти на площадь около Верховной Рады. Моих родных, любимых евлян. Я очень благодарен вам. Это мой город. Я люблю его. Я люблю каждого из вас. Я хочу, чтобы вы пришли и сказали, что мы должны отправить живого гемпрокурора в отставку, мы должны отправить руководство СБУ, которое полностью кошмарит в бизнесе, занимается преступными операциями в отставку. И мы должны заставить парламент начать процедуру импичмента Порошенко и его банды. Каноненко, Каноненко, Гладковского, Крановского, Березенко, всех остальных, я уже не знаю, Розенблата и так далее. Ситуация очень конкретная. Или мы все, мы сейчас сплотимся и спокойно избежим революции, и спокойно мирным методом, через парламент, как было в 2004 году, когда парламент принял самые важные решения. Просто через тот же механизм, из-за того, что коррупция президента уже зашкаливает, он крадет деньги у каждого из нас. И выйдем и скажем ему это в лицо, и заставим его уйти, мирным методом. Или мы, или нас с каждого по отдельности перейдут. Моя жизнь принадлежит в Украине, сегодня украинцы вернули мне жизнь, доставили меня из этого машины. Я призываю все сделать мирно, я призываю все сделать цивилизованно, через парламентские процедуры. Но для этого парламент работает, нам нужны киевляне. Я хочу, чтобы после работы киевляне пришли на площадь, я очень на них надеюсь. У нас на марше было 50 тысяч людей, даже больше. В воскресенье на следующий собиралось гораздо больше. Но не надо ждать на воскресенье. Давайте сегодня приходить. Давайте, я вас очень жду. От этого очень многое зависит. В первую очередь судьба Украины. И я готов сражаться до конца. Вот и все.